На официальном сайте стадиона Мордовия-Арена нет ни слова о смене руководства. Впереди у спортивного объекта ответственное мероприятие. Так что пока люди больше обсуждают предстоящие футбольные матчи, нежели анализируют внутренние кадровые перестановки. Однако в околоспортивных и профильно-министерских кругах уже задумываются о последствиях. С 2017 года стадионом Мордовия-Арена руководил Алексей Парфененко. Человек в нашей республике известный. До этого он был директором футбольного клуба Мордовия, а еще раньше руководил спортивным центром «Старт». Говорят, что в этом году у него истек срок контракта на руководство главным футбольным стадионом республики. И федеральное руководство спортивного объекта этот контракт продлевать почему-то не стало. Сам Алексей Парфененко на связь не выходит, но министр спорта республики уверен, что такой человек без работы не останется. Теперь должность директора Мордовии-Арены принадлежит Андрею Кочеткову. Он занимался тем же самым в Калининграде. Тоже руководил стадионом, построенным для футбольного чемпионата. Известно, что Кочетков и раньше приезжал в республику, знакомился с объектом, которым ему предстояло руководить. Можно сделать вывод, что Москва к такому кадровому раскладу готовилась долго. Почему? Я знаю, в связи с чем кадровые перестановки возникли. Они возникли в связи с тем, что принято решение руководством ГУП «Спортинжиниринг». И с окончанием контракта у предыдущих сотрудников заключить контракт с новыми сотрудниками. Стадион, мы готов к проведению матча, все службы готовы. Матч пройдет на самом высоком уровне и оставит самые приятные впечатления у всех зрителей. Есть предположение, что новый директор может начать уже внутри спортивного объекта свои кадровые перестановки. Вряд ли они коснутся обслуживающего персонала. Скорее всего, уже после первых матчей станет понятно, для чего Мордовия-арену приблизили к Ленинграду. Людмила Кусерова, Артем Руденко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин